Давным-давно В сериале «Чёрное зеркало» Я первый раз в жизни собирался на лестнице, на саладах И это помогло всем Как дошли до жизни такой? У нас была война с аниматорами Как сложно у вас всё в кино-то, а? Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?» Меня зовут Николай Худяков Меня Андрей Тренин Мы уже несколько лет организовываем мероприятие «Слёт аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы Ну и не только мультфильмы, вообще, кстати, в последнее время мы уже далеко не всегда про мультфильмы говорим Партнёр подкаста «Школа Анимации Animation School.ru» — это тоже наш проект Сегодня у нас в гостях Егор Томский, руководитель студии VAT И от себя ещё добавлю, что, наверное, один из главных специалистов по технологии Motion Capture В России, если не главный, вот Егор, привет! Привет всем! Сегодня мы поговорим как раз-таки про макап, про Motion Capture Про привизы, что это такое И немножко даже про геймдев Всё как мы любим Но для начала вопрос к тебе, Андрей Что такое, на твой взгляд, Motion Capture? Что ты об этом знаешь вообще? Ну я помню, что это некая комната, в которой мы занимались самбо лет 15 назад И боялись задачки Да, и я не знаю, как Егор это всё пережил Ну ладно, шутки шутками На самом деле это, ну как я понимаю, это система захвата движения Которая переносится в компьютер и потом вешается на персонажа там Или на каких-то там других квадрипетов, бипетов там и так далее Вот, и я знаю, что есть разные технологии захвата То есть можно как-то камерами захватывать Можно костюм Можно камера с датчиками И куча проводов и непроводов, не знаю В общем, технологии есть множество И это сильно помогает делать кино, игры И вообще облегчает жизнь многим Правда, аниматоры многие боятся Motion Capture Вот, но это, я думаю, два разных пути всё-таки Да, да, но мне кажется, это совершенно две разные реки В которые совершенно плывут, ну плывут в одно море, вот так вот Сегодня поговорим об этом обязательно Я с своей стороны, как я себе это представляю Это такая технология, которая позволяет двигающегося актёра Перенести его движение в компьютер То есть чтобы движение из жизни перенеслось в компьютер И можно было с ним потом как-то дальше взаимодействовать Скажи, Егор, насколько мы правы? Всё верно Расходимся Тем исчерпанно Да, аниматоры боятся Перенести можно Всё правильно Да, собственно, ну что такое Motion Capture? Да, это захват движения Да, то есть это технология, которая помогает Захватить любое движение человека, животного, предметов И перенести их на компьютер И, собственно, она очень активно используется В огромном количестве разных областей Не только в анимации Вообще вот этот весь медиан-энтертеймент Да, анимации, игры Всё, что связано с развлечениями Это лишь, наверное, четверть рынка Где-то половина рынка занимает изучением биомеханики То, как двигается человек Потому что это, как удивительно, очень важно Есть институты, которые также облепляют датчиками людей Смотрят, как правильно Там, не знаю, реабилитировать после травм в спине После там для... после ампутации конечностей Ну, для медицины в основном Да Есть очень крутые ребята в Скандинавии Которые занимаются тем же самым для животных В основном для лошадей Они изучают, как двигается лошадь Потом это тоже применяется в робототехнике Везде, везде То есть, motion capture — это прежде всего захват движения Да, то есть, давным-давно Первые локомоции, да То есть, первые возможности сфотографировать Движение на кадрах И понять, касается ли лошадь во время галопа поверхности Да, вот Мейбридж, знаменитые его локомоции в 19 веке Они сейчас превратились в очень серьёзные исследования Где, ну, люди изучают просто всё подряд И очень много ещё motion capture используется в инженерии Вы наверняка видели вот эти шоу дронов Где большие, ну, большое количество дронов Может, там, человека сделать в небе и прочее Это тоже, конечно, про захват движения прежде всего То есть, нужно понимать, где эти дроны находятся в пространстве Как они там друг с другом соединены Мне очень нравится Там ребята есть в Англии Они изучают, как можно дронами делать переправы В доступных местах Где дрон берёт Лиану И из Лианы полетёт мост Вот, ну, короче За грани фантастики Да, то есть Ну, и аниматоры где-то там просто балуются Вот в эти серьёзные технологии Да Вот можно вот вопрос про вот эти летающие, да, фигуры Получается, есть некоторое количество дронов довольно большое Есть какое-то количество камер, которые всё это снимают И, как бы, ну, как-то сказать А, не-не-не-не-не-не Как это работает? Причём здесь макап, вот Как бы возможностей захватить движение достаточно много Это может быть классическая история Где на актёра мы вешаем Ну, или на человека мы вешаем маркеры И камеры снимают с разных сторон Это самый, на данный момент Это самое такое точное И наиболее применимое в производстве анимации Кино, ну, технологии Она самая понятная В ней меньше всего проблем И, скажем, меньше всего неожиданностей И она хорошо развивается на самом деле Собственно, это также можно маркеры повесить на животные На дроны, на всё, что угодно Я знаю, что вы вешали маркеры даже на слона Да-да, мы ездили в цирк Дурова Да, снимали слона Тоже там Мы, чтобы повесить маркеры Нужно было прислонить лестницу к слону Это я первый раз в жизни Собирался на лестнице на слона Было, конечно, стрёмно Но интересно Слон такая штука Мы поговорим ещё про это Есть там вопросы Да-да-да Ну, в общем, существует эта оптическая система макапа Когда камеры видят маркеры Их очень много разных В реальной жизни это ещё используется Когда, например, наша камера смартфона Видит QR-код И на QR-коде что-то появляется Это, можно сказать, тот же самый маркер Есть технологии Ну, они инерционного макапа Это когда есть специальный датчик Где есть гироскоп, акселерометр Там магнитометр Разные там могут быть наборы датчиков В общем, суть заключается в том, что он Этот маленький датчик сам понимает Как он перемещается в пространстве Вот эти технологии как раз стоят у нас на телефонах На дронах На костюмах вот типа XSense Perception Neuron И многих там других Которые не требуют камер Соответственно, вот, например У XSense этот костюм Мы вешаем эти датчики на тело человека И можем снимать хоть как он там с парашюта прыгает У них есть такой кейс, например То есть в любом пространстве Получается Apple Watch, да Ну, или вот часы, которые мы на руке носим Он алгоритмически понимает Какой у меня темп пробежки Какая у меня ширина шага Только за счет того, что насколько я Ну, там, в зависимости от параметров моего тела Он понимает, где у меня рука И какую амплитуду я там делаю, да Только за счет этого он вычисляет все остальное, получается? Там разные алгоритмы Разные алгоритмы, да Ну, комплексно обычно Это если штука, конечно, происходит Но вот условно Условно, да Можно надеть на себя много Apple Watch И понимать, как ты вешаешься в пространстве Вот Но это если так Условно Никто так не делает Прикольно Слушай, для меня вот открытие сейчас Я думал, что это всегда камера нужна, оказывается Что уже давно не так, да? Не, макапов много разных видов Вот там из разных интересных Есть радиомакап Вот у нас в МГУ ребята сидят Занимаются им Там у них радиосонарный макап То есть Вот сонар, опять же Система, которая на подводных лодках Или у китов Которая может Там 2-3 сонара Может определить, где находится объект в пространстве Ну, это такие экзотические вещи Триангуляция, типа, да? Да-да-да Но их тоже используют Там для специфических историй Не для анимации, конечно Ну да Окей Клевая вводная часть у нас получилась Очень, да Интересно очень Да Расскажи, пожалуйста, о своем профессиональном пути Как ты попал в индустрию вообще И как получилось, что открыл студию Так Я начал свою профессиональную деятельность В 2005 году Давным-давно Делал какой-то там фриланс Попал в инфографику на Россия24 Тогда открывался канал Научился там быстро работать Нужно было в новости делать много графики сразу После этого мне повезло Я попал в компанию Базилевс Тимур Бекмамбетов набирал ребят Для того, чтобы делать превизуализацию Там была супер мощная команда И вот там два года почти делал превизы И после этого перешел в студию CGF Такая одна из самых больших студий в России Где сначала один делал превизы Проект метро Про крушение поезда в московском метрополитене Потом собрал команду И, собственно, там руководил отделом При визуализации, анимации И там появился у меня первый сетей Motion Capture Это был OptiTrack Но после этого там отношения Ну, неважно, в общем Расстались Вот, по-доброму Я перешел в Дастудию Которая на тот момент делала мультфильм Сергий Радонежский И им нужен был специалист Который, собственно, Motion Capture займется И сколько-то там лет уже Не знаю, много Пять, шесть Мы там проработали Сделали самую крутую в России Систему по макапу У нас была война с аниматорами Ну, вернее, это не война Это боевые действия на уничтожение Но все закончилось хорошо В целом Аниматоры нас приняли Мы приняли аниматоров Выкрыли трубку мира Да, да, да А вы, типа, в разных лагерях были, да? Я так понимаю Даже в разных зданиях были Да, да, да У нас павильон отдельно был Нет, я вижу, что Андрей был в лагере аниматоров Да, да, да Но Андрей не пользовался макапом Он там, так как продвинутый аниматор Ему давали штишоты, которые мы не можем снять А ребята, которые пользовались макапом Они там, конечно, нос вертели Но мы научились снимать так, чтобы все было хорошо И там режиссер Волга Гурин был доволен очень процессом И многое, ну, что пошло, да, там Качественно Помимо Сергея Радонежского и Суворова там проект был Поснимали очень много разных игровых проектов Для кино, для, ну, почти все блокбастеры Там, не знаю, от Сталинграда Да, каких-то еще там Так или иначе макап где-то использовался И много поработали Аутсорсно, назовем это так Да, студия, к сожалению, закрылась По финансовым проблемам Какое-то время А, ну и, собственно, я продолжил заниматься макапом Уже на базе R-студии Это такая тоже старая российская компания Которая сдает павильоны в аренду У нас там тоже система motion capture Которая до сих пор работает И вот три года назад мы открыли студию Ватт-студию, которая занимается как раз при визуализации Motion capture И год назад мы повернули наш бизнес в сторону производства собственных игр Вот такая история Очень круто И очень интересно Спасибо Захватывающе Да Так, ну получается, сейчас вы занимаетесь макапом при визуализации И вот в геймдев Стремились сегодня? В принципе, у нас так и поговорим Сначала про макап Потом про при визуализации Потом про геймдев Хорошо Про макап мы поговорили Что он бывает там для разных целей Сейчас мы остановимся именно на макапе для анимации Ну и для игровых В общем, для медиа-энтертеймент Вот В каких случаях по твоему опыту он применяется? То есть вот для меня всегда была загадка Есть Keyframe анимация, да, так называемая Это где ручками аниматоры делают И есть макап анимация В принципе, иногда Я так понимаю, в некоторых геймдев проектах Например, там в The Last of Us у нас была девушка Которая анимировала в нем Девушка, как же я? Мария Беляева Вот, да Да, я слушал, очень интересное интервью было, да Вот И она рассказывала про то, что для меня То, что это было открытие Что там вообще-то все практически на макапе сделано Вообще почти практически вся анимация И у меня в таком случае встает вопрос А почему вообще все нельзя на макапе сделать? Почему до сих пор жива кейфрейм анимация? Ты можешь ответить на это? Ну да, самое Когда нам звонит клиент и говорит Хотим снять макап Мой первый вопрос Насколько стилизованы ваши персонажи? Чем более стилизованные персонажи Тем сложнее будет съемка motion capture То есть, условно говоря На проекте там фиксики Motion capture невозможен Потому что там очень утрированные движения Очень утрированные персонажи Вернее как Он возможен Но Это движение будет выглядеть плохо То есть, сразу пойдет фальшь такая Соответственно, если у вас Реалистичные персонажи Как часто бывает в играх То motion capture Это самая хорошая технология Основным таким плюсом Является то, что Человеческое тело довольно сложно двигается И у него есть определенный вес Вот то, что сложно поймать аниматора Собственно, макап очень сильно помогает С этим справиться Получается Вот если мы возьмем геймдеп Давай Вот тот же The Last of Us Если там делать кейфрейм анимацию То это было бы сильно дольше и дороже Чем снять макап И там потом его почистить просто Я бы, наверное, сказал Даже невозможно Снять в таком большом проекте Сделать вручную анимацию В таком большом проекте Ну, то есть Я вот не знаю The Last of Us Red Dead Redemption Да, вторая часть А у них было Две с половиной тысячи смен макапа Вот То есть У них такое Огромное количество анимаций Что Ну Вручную Да, вручную То есть, я не знаю Аниматор Ну, такую среднюю анимацию Наверное Там 10 секунд Сделает за пару недель Условно говоря Ну И сколько нужно анимации Чтобы сделать там Огромное Просто Я не знаю Сколько там Циклов Ну, не знаю 300 тысяч, наверное Где-то циклов анимационных Все аниматоры мира Должны были работать два года Да, больше Да, но это Организовать Технически сложно А еще и творчески Ведь Как часто происходит Что есть Группа аниматоров Которая Анимирует Например, главного персонажа И они там договариваются Как-то друг с другом О том, как он будет двигаться Ну, и у них Коммуникация происходит В случае с Моушн-кэпчером У вас есть Один актер Который Вот Он все Отыграл Ну, или, например Два актера Часто тоже бывает Что один актер играет На драматические роли Один актер За трюковые вещи отвечает Но вы вот получили Характерное движение Персонажа Вот на протяжении Всей огромной игры Поэтому без макапа Никак А получается Если мы возьмем Какой-нибудь Проект Деутрированная анимация То там Нельзя потом На чистки Докрутить Ну, опять же Это будет нерентабельно Просто Это почти что Переделывать полностью Придется Движение Отсняты И сделать их Утрированными Ну, да На самом деле Ну, вот есть Классный пример Как приручить Дракона DreamWorks Они Особенно для второй части Использовали Достаточно много Motion Capture На этапе Лайаута Ну, превизов Да, то есть На начальном этапе Они, то есть Сняли весь мультфильм Motion Capture И аниматоры Уже потом Его переделали С нуля Ну, мы не знаем Какой там процент Переделали Но, скорее всего Все Переделали Вот Да Но зато У них был Классный референс Их там Камеры смогли Поставить больше И прочее То есть Какая-то Коллаборация В мультфильмах Макапа И ручной анимации Она возможна Но Обычно Происходит Достаточно жесткое Разделение Что вот здесь Motion Capture Мы его обрабатываем А здесь Ручная анимация Мы ее делаем С нуля А в этом Во всем случае Чистка Макапа Да Она Ну вот Опять же Ты сказал Сколько там Две с чем-то Тысячи смен Да Вроде две с половиной тысячи Да На Red Dead Redemption Соответственно Это все равно Куча материала Которые нужно Обработать То есть Макап Нужно После того Как он отснят Ну там же Куча всяких Косяков Да Всяких Типа там Щелчков Каких-то Еще чего-то Вот Это же все Нужно Садиться Все-таки Какому-то Техническому Аниматору И вычищать Верно Ну Вот Современный Макап В принципе Довольно Чистый Скажем так То есть Если у нас Более-менее Нормальный Вот Наш павильон В Москве Да Мы отдаем Более-менее Чистый Макап Если у нас На площадке Там Два-три Человека Взаимодействуют Может быть Друг с другом Главное Чтобы они Особо сильно Не перекрывали Себя То есть Условно Говоря Если эти Три человека Обнимутся То они Перекроют Много Маркеров И мы Потеряем Информацию О движении Они начнут Глючить Дрожать Там С ними Что-то Начнет Происходить Но Условно Если мы Снимаем Танец То Там Относительно Чистое Движение И Собственно Большие Компании Студии Они Могут Себе Позволить Хорошие Павильоны Для того Чтобы Минимизировать Вот эту Техническую Чистку В основном Все время Тратится На как раз Обработку Макапа Ну вот К примеру Пальцы Рук До сих пор Никто Ну Технологии Хорошие Макапа Пальцев Не существует Есть Разные Решения Там С перчатками Но Они Все Довольно Условные Аниматоры Часто Берут И все Удаляют И заново Анимируют Пальцы Например Вот это В основном Что происходит Также Бывает Что Самая Распространенная Проблема Это То Что Актер Не соответствует По параметрам Персонажу И Например Он Берет Не знаю Винтовку Вот В игровой Игровые циклы Постоянно Берет Автомат В руки Автомат Вроде Похож На Игровой Но Чуть Может Тоже Отличается Актер Чуть Отличается И Значит Происходит Перезарядка Нужно Вынуть Магазин Вставить Магазин Передернуть Затвор Актер Это все Делает Касаясь Автомата Все По-честному А персонаж Руки Уже Чуть-чуть По-другому Взаимодействуют С другими Чуть-чуть Частями И вот Это По-чуть Нужно Уже Дотюнивать Силами Аниматоров Вот То есть Работа В основном В Доработке До Анимации Вот даже Есть За рубежом Такая профессия То есть Человек Который Чистит Макап То есть Если Дорабатывает Да Я бы назвал Да Если Это Большая Компания У них Скорее всего Отдел Называется Чистилище Наверное Да Это шутка У нас Баян В сообществе В команде Андрея любит Транслировать Чистилище Да На самом деле Кажется Просто Что это Достаточно Простая Работа Но там Тоже Существуют И свои Джуниоры Мидлы Синьоры И сразу Видно То есть Кто Так Я бы Сейчас Немножко Все-таки Остановился Во-первых Меня интересует Вот Про пальцы Да Про те же Получается Что Как правило Анимацию Нужно Ну то есть Приходит Из макапа Варежка Да То есть Где Пальцы Слипшиеся И все Вот И потом Нужно Их Доделать Причем Пальцы Ну это Тоже Не самое Простое Занятие Анимировать Пальцы Насколько Понимаю Вот Вопрос Тут Какой Две Тысячи Две с половиной Тысячи Смен Сколько Там Надо было Людей Которые Это Все Потом Дообрабатывали Ну во-первых Ну с макапа Чаще всего Вот если мы Про оптический Макап Говорим То Там Можно Получить Некое Представление О движении Пальцев То есть Основной Тайминг Ну рука Согнулась В кулак И нужно Отредактировать Не само Движение А скорее Ключевые Позы И Технически Это Выглядит Как У аниматора Есть Набор Этих Ключевых Поз В условном Поз Лайбре Или там Моушн Билдере Там тоже Есть Поз Лайбре И он Просто Вот эти Ключевые Позы Прощелкивает Так Чтобы они Выглядели Корректно А если Сделать Смотри Ну Искусственный Телек Конечно Все дела Который бы Предсказывал Какая поза Должна быть Ну У персонажа Он смотрит Камеру Смотрит Если эта поза Похожая На кулак Он чик Кулак делает Если это Раскрывающаяся Ладонь Он делает Раскрывающуюся Ладонь Есть много Разных Разработок На этот счет Есть Интересная Французская Компания Как-то она Макап Тек Называется Я что-то Не помню Они занимаются Сохранением Языков Жестов В разных Странах Ну То есть Они вот Моушн Кепчер По языку Языка Жесты делают И Ну И Вот в этом Работают Но там Проблема Возникает В том Что У нас Рука Она Состоит Ну У нас Гнутся Не только Пальцы Но и Сама Ладошка Она тоже Изменяет Свою форму И это Чаще Часто Очень сильно Видно То есть Если на Общем Плане Как бы И макап Сойдет То уже На среднем Плане Вот это Нужно Уже Там Доанимировать И как-то Уточнять Плюс Когда мы Снимаем Макап Руки То рука Очень часто Перекрывается Относительно Камер И Мы просто Не видим Маркеры Которые Находятся На руке И они Начинают Там Пропадать Глючить Дрожать Там Возникает Такого рода Особенности А вопрос Не знаю Что меня затягивает Эта тема Смотри А если Совместить Данные С костюма Забирать И данные С маркеров То есть Костюм А на нем Еще и маркеры То есть Оптические Получается И Не знаю Как назвать Костюмный метод Гироскопический Да Инерционный Да Да И такое Делось Это на самом деле Одно время Очень хотели Сделать Маркер Который Видит Камеры Который Еще знает Как он Сам в пространстве Такой Гибридной Технологии Там на самом деле Большая проблема Возникает Когда Определить Кто прав А кто нет То есть Макап считает Что он прав В смысле Оптический макап Считает Что он прав Инерционный Что он прав И вот Кто где В какой момент Ошибается Нужно Вовремя Схватить Там Переключить Или как-то Ну Скомбинировать Эти все истории А если у нас Порядка Там 40-50 маркеров На теле человека То тут уже Большая проблема Возникает А если этих актеров Шесть То тут уже Вообще Вот То есть Я скорее Предполагаю Что В ближайшем будущем Научатся Сами Ну Просто Видеокамеры Научатся С помощью Искусственного интеллекта Не в реал тайме Но Определять Жесты человека И более-менее Получать Правильные Движения Пальцев Круто Окей А про лицо Еще вопрос Если опять же Возвращаться К Red Dead Redemption Например То Ну на лицо же Костюм не надевается Правильно То есть там же Мимику так не снимешь Мимика там Намного сложнее снимается Там точки нужно ставить Да? Ну да Существуют Разные технологии По лицевому макапу Самое распространенное Назовем это так Это шлем С камерой Которая снимает лицо Это обычная видеокамера В принципе Почти все современные софты Которые умеют обрабатывать Вот этот Видеосигнал Там Faceware Dynamics Вози Они Не требуют маркеров То есть у нас лицо Такой маркер И так Два глаза Две ноздри Ну и понятно Маркеры В основном Наносятся Либо для Каких-то Специфических Целей Типа Понять Как Двигается Кожа Насколько Она там Растягивается Ну уже для дальнейшего Процесса Рига И прочих Либо же Для референса Аниматором Чтобы аниматор Понимал Насколько Микродвижения Правильно Работают И есть Технология Там вот С айфоном Которую тоже Сейчас все используют Где Камера глубины На айфоне Считывает лицо И понимает Как оно движется Такая Черновая версия Макапа Мы ее в принципе Используем К многим проектам Подходит К сожалению Вот с лицевым Макапом Ну сразу То что скажу Что Много очень сложностей Потому что Это зависит И от рига И от Того Как сняли И Ручной обработки И дорабатывания Анимационного Вот Ручной доработки Лица Очень много Всегда происходит Собственно Вот поэтому Киберпанк Они выбрали Технологию Которая Процедурно Генерирует Анимацию Лица И это Получилось На мой взгляд Очень неплохо Ну да Неплохо Я кстати Слышал Что многие Аниматоры Когда Долго работают Над чисткой Макапа Они в итоге Становятся Очень хорошими Аниматорами Реалистичной Реалистичной Анимации То есть Они Потому что Глаз настолько Привыкает К этому К тонкостям К этим Что Они очень круто Потом вообще Анимацию Делают Да Да Часто Вот кстати Вопрос Окей Мы Вернемся К тому Где используется Макап Мы поговорили Что Для утрированной Анимации Он не подходит Совсем Но для реалистичной Подходит Но есть же проекты Где Кейфрейм Анимацию Реалистичную Тоже делают Ну у нас Не знаю По крайней мере Периодически Запрашивают И у нас Там в школе А почему Там не использовать Макап Это когда Некуда Аниматоров Девать Уже на производство Их загружают То есть Ну реально Это очень ресурсно Ну ладно Я влез В ответ Егора На самом деле Если вы четко Знаете Что вам нужно То И у вас Есть хорошие Специалисты Деньги на Хороших специалистов То возможно Ручная анимация Будет Более правильным Путем Потому что Ну Макап Все таки Есть там Доля непредсказуемости Что актер Может сыграть Не так Вес будет Не тот У персонажа И прочее Ну например Не знаю Мсти Там не знаю Эвендженс Берем Какого-нибудь Большого персонажа Ну не Халка Не знаю Кого в пример Привести Не суть важная В общем Большой персонаж Очень сложно Снять в макапе Потому что Нужно найти Специфического Актера Который будет Тяжелый Ну массивный Он будет там Достаточно Хорошо фиксироваться Чтобы Этот вес Вот эту мощь Передать Аниматору Это может быть Сделать Проще Чем На площадке Макапе Я даже еще Знаешь Чем бы сравнил Чтобы понять Наверное Это вот Есть фотореалистичная Живопись Да Да Какая-нибудь там Супер просто То есть Супер крутой Профессионал Который фотореалистичную Живопись делает Есть фото И фото Конечно можно сделать Быстрее Можно там Свет менять Но Живопись будет Все равно Намного круче Потому что Через Художник Через себя Как сказать Все пропускает Делает это Более сценичным Более красивым Более цвета Подбирает правильный Там Вот И Ну в сумме Это конечно круче выглядит Когда руками сделанная работа Но ты представляешь Какая работа Представляешь Какой-то должен быть Супер мега профессионал Который может Это все вместе собрать И это очень долго Поэтому конечно Макап в этом смысле Это такое Знаешь Типа Да аниматорам Нет макапа Я спрозвучал Да нет Он Это же всегда Вопрос ресурсов Ну То есть Есть возможность Взорвать Жилой дом Ну или не жилой Взорвать дом Чтобы для спецэффектов В кино Почему бы и нет А Нет ресурсов Но давайте сделаем На компьютере Ну да Да я еще кстати вспомнил Где еще макап не подойдет В реалистичной анимации Это если какие-то Неизвестные природе Животные Ну в смысле Какие-нибудь мифические существа Драконы Какие-нибудь Гигантские пауки Ну да Кстати Конечно Да Конечно Конечно Хотя Ну Стараются И вот У нас был Интересный пример Мы там Для Притяжения Делали Снимали макап Акробата Отличный парень Ребята Для Анимации Пришельца Сам макап Не использовали Конкретно Ну на анимации Но вот его движение Использовали Как такой некий Трехмерный референс Что Хорошо помогло И Ребята Довольно остались Майдро пост Понял Здорово Так Давайте Продолжим Про Чистку И про Вход в профессию Через это Да Есть бытует такое мнение У нас В сообществе По крайней мере Что Чистка макап Я не знаю Чистка это правильное название Или это оно какое-то Не очень Вот У профессионалов Это норм Или не норм Ну Под чисткой Обычно Подразумевается Именно техническое удаление Вот этих дрыжков Оно сейчас Более-менее Автоматически Проходит Лучше Говорит Доработка Макап Оператор ЭВМ Который Занимается Технической Обработкой Вот так Типа Типа Как давно Я не слышал Этого Так Вот Ну Доработка Макап Окей Бытует мнение Что Ну кстати возможно Сейчас я уже сам На свой вопрос отвечу Что Это Хороший Вход Ну как бы Хорошая позиция Для входа В профессию Вот Но наверное Это все таки Было Очистки Именно То есть От вот этих Дрыжков От всяких От всего Вот для этого Там Ну прям Супер Навыков Анимационных Не требовалось Наверное А тут Если мы про доработку Говорим То это опять же Лицо Или пальцы Те же Наверное Там все таки Не подойдет Совсем новичок Туда Или Как ты думаешь Ну Скажем так Очень много Доработки Относительно Технической Ну Там Пример С тем же Для игровых Что солдат Перезаряжает Оружие Вот так Которое Я приводил Он не требует Супер Навыков Это Достаточно Просто научиться Владеть Программой Ну И иметь Какие-то Базовые Представления О движении Человека То есть Для новичка Для джуниора Это как раз Та работа Которая Нужна Понятно Бывают Там сложные Моменты Но в целом Вот Львиную Долю Доработки Макапа Могут Выполнять Начинающие Специалисты То есть Да Это неплохой Вход В профессию Действительно Но тут На другой Сторон Руки Чем вы Хотите Заниматься Если Вы хотите Потом Пойти В студию Паровоз То Это Ненужный Вам Опыт Ну Правда Потому что Там другой Подход К анимации Например Если Вы же Хотите Заниматься Реалистичной Анимацией Или Там Развиваться Как Доработки Макапа То Это Вообще То Что Нужно То есть Если Вы Хотите Например В MPC Куда Ни Или В ALM То Вообще Хорошая Хорошая Позиция Для Старта Да Да Ну Не знаю Там ALM Они Как раз Много Как раз Анимируют Руками Насколько Я знаю Ну Внутри Компании А вот Не Ну я имею Что Реалистичная Анимация Да Если Вы Хотите Заниматься Реалистичной Анимацией То Опыт Работы С Моушн Кэпчером В серьезных Организациях У вас Скорее Всего Точно Потребует И Скорее Всего На работе Вы Столкнетесь С тем Что Вы Будете Дорабатывать Макап А Кстати Вообще Запрос Большой На Сотрудников Которые Чистят Макап Не Чистят Технически Дорабатывать Технически Дорабатывать Прошу прощения Но На самом деле Сейчас Есть Запрос Да Если Вы Короткая Реклама Если Вам Вдруг Нужна Работа По Обработке Макапа Вы Можете Написать На Ват Студию Мы Скорее Сего Найдем Для вас Работу Потому Что Мы Снимаем Относительно Много И Всем Нашим Клиентам Нужно Чтобы Кто Это Обрабатывал Скажи Пожалуйста Объемы Большие Нужно Ли Команду Под Это Частично Два Три Человека Ну По Разному Это Достаточно Сезонная Работа Поэтому Наверное Два Три Человека Это Вполне Достаточно Крепкая История Ссылку На Студию Мы Обязательно Выписываем Да Спасибо Вот На Сайт Студии Окей Следующая Тема Все еще Про Макап В сериале Черное Зеркало Есть серия Про Медведя Уолда Все смотрели Нет? Егор Ты смотрел? Да Да Я Вспоминал Я смотрел Все в серии Такой Синий Медведь Такой Ну короче Политику Орвался Да То есть Он там В реальном Времени Анимационным Персонажем Таким Мультяшным Синим Медведем Управлял Человек Который Рядом Находился В какой-то Или даже Не рядом В какой-то В трейлере Он там сидел Да Его мимика В реальном Времени Передавалась Этому Персонажу На экране В прямом эфире Он прям говорил Поняли Короче Вообще Это Можно назвать Real-time Макапом Да В целом Вообще Технологии Сейчас уже Позволяют Создавать Виртуального Персонажа Который Может вести Прямые эфиры Но я Таких Популярных Кейсов Пока не Встречал Есть ли Что-то Такое Вообще Ты сталкивался Нет Да Есть Есть Уже Не знаю С десяток Если не больше Стримеров Которые Там стримят Игры Или что-то Еще Как виртуальные Персонажи То есть Они сами Сидят в костюме Motion Capture Снимают Там Анимацию Лица Своего Даже Российский Есть какой-то Стример Я просто Не в теме Этого Если честно Но в целом Вы можете Погуглить Виртуальных Стримеров Их там Много Достаточно Уже Разного Совершенно Качества Есть Инфлюенсеры Понятное Дело Которые Тоже Есть и Стилизованные Инфлюенсеры И Более-менее Реалистичные Есть Отличный Кейс Мне очень Нравится Это В театре Globus В Лондоне Да Вот Шекспировский Театр Они там Поставили Спектакль Буря Где На сцене Находится Актер Он сбоку Сцены стоит В костюме С маркерами Со шлемом А на самой сцене Посередине Проецируется Его трехмерный Образ персонажа И зрители Видят Актера Который Играет сбоку И видят Виртуальную Его проекцию Огромную Посередине Сцены Духа И Это очень Круто Потому что Зритель Видит Одновременно Как бы Кухню И результат Это такая Мэджик Такой Получается Что очень Прям Круто Ну и Собственно Вот Такого Кейса Вот сейчас Вспоминаю Что Ребята Делали По-моему Силу Света На Олимпиаде Которая Была В Сочи Там По закрытию Олимпиады У них Диджей Танцевала В костюме Макапа А на Проекторе Был По-моему Леопард Вот Символ Олимпиады Вот То есть Это В целом Уже Распространенная История Клево Я вот не знал Окей В принципе Да 14-й год Это как раз Примерно Тогда же Этот фильм Эта серия Черного зеркала Вышла Примерно Тогда Да Они предсказывают Будущее Просто Хорошо Про Последнее Пожалуй Про макап Вот Про съемки Про сами С людьми Все более-менее Понятно Да Мы уже поговорили Что вы снимали Разных животных В том числе Мы поговорили Про слона Вот Конкретно Такие кейсы С тем же слоном Зачем То есть Ну Про то Как Ты уже примерно Скал Я был Вопрос Вначале Как и зачем Вот Классические такие вопросы Ну как Мы поняли Примерно А для чего Ну Как я представляю Дешевле Будет Все-таки Кейфрейм Анимацию С ним сделать Маркетинг Ну Конкретно Со слоном Это было Потому что Можем Такая Да История Но На самом деле Тут в этом плане Хороший пример С лошадьми Что Анимация лошади Очень сложная И мало Аниматоров Которые Могут Сделать Реалистичные Движения Лошади Если еще С циклом Вперед Там Можно разобраться Лошадь идет Лошадь скачет Рысью То Лошадь останавливается Поворачивая Какие-то более-менее Сложные движения Все Пиши пропало Наверное По пальцам одной руки Могу пересчитать В России Кто способен Это делать Ну и в мире Там их очень мало Таких людей Соответственно Вот мы снимали Лошадь Разрабатывали Специально Костюм Чтобы на лошадь Маркеры Одеть И Для вот Сергея Раднышского Очень много Лошадей Поснимали Для фильма Викинг Что-то У нас еще Какие-то проекты Были Ну в общем Это вот Пример Когда нужно Снимать лошадку Все Все стало На свои места То есть Все-таки Не так просто Какие-то сложные Движения Сделать Кейфрейм Анимации И в принципе Проще Отснять это В макапе Когда есть Такая возможность Да Хорошо Давайте тогда Перейдем К следующей теме Про Привизы Привизуализацию На самом деле У нас в анимации Это практически Такого нет понятия В общем-то Да У нас там Раскадровка И потом уже идет Лояут анимация Вот Это я так понимаю Все-таки из игрового кино Расскажи пожалуйста Что это такое И зачем нужно Привизуализация Или привиз Это Трехмерный Черновой мультфильм Такой Который Делается Для того Чтобы понять Как Снимать кино Как снимать Конкретные сцены Это нужно Чтобы Проверить Режиссерские Творческие идеи Что они действительно Работают Потому что На раскадровках Не всегда видно Ну Экшен Особенно Сцены Такие Подвижные Это нужно Чтобы Разные отделы Договорились о том Что Здесь мы делаем Взрыв настоящий Здесь компьютерный Для этого нам Нужно вот это Сюда поместить Такая-то камера Такой-то кран Мы делали Привизы Для фильма Вторжение Где там Было очень много Разной графики И Много съемок Которых Потом Эта графика Дополнялась Там Вертолеты Пришельцы И прочее И Нужно снимать Задники Реальные А как Снять задник Если ты не знаешь Что у тебя в кадре Происходит Нужен превиз Соответственно Актеры Должны Взаимодействовать С персонажами Которого в кадре Они не видят И Чтобы им Объяснить задачу Режиссер Показывает Привиз То есть Это Такая Продвинутая Раскадровка Которая Помогает Всем участникам Процесса Снять хорошее кино То есть В том числе Я правильно слышал Что даже Экономические Какие-то моменты Просчитать Тоже Ну то есть Как дальше Пойдет производство Будет Это делаться Там на компьютере Или В реале Это сделается Да Вплоть до таких Даже вещей Да Да И Это Ну У нас это только Начинается Пока Ну то есть Мало кто Использует Привизы По разным причинам А У нас вообще Подготовка Производства Сложно Как в кино Так и в анимации Это вечные беды А за рубежом Это Ну в Голливуде Во всяком случае Без привиза Серьезному проекту Никто не подходит Потому что Это Просто сокращение рисков Понял Окей А смотри Вот ты сказал Как раз Для Мэйнрод Поста Да Ты делал Вы делали Для вторжения Привиз А Зачем вообще Вот студию Вроде Мэйнрод Пост Заказывать Такую штуку На стороне Она же довольно Творческая Получается И Ну я точно знаю Что они сами Это умеют делать Да То есть Они даже у нас Выступали Там Саша Лепепелин С Андреем Максимом Выступали У нас на слете Как-то рассказывали Как они делали Привиз Какому-то Фильму Почему Вообще Заказывают Почему Инхаус Не делают Такие штуки Ну вот Конкретно Под вторжение Собственно Мы сделали Студию ВАД Чтобы Сделать Привиз Которая Самостоятельно Могла бы Под руководством Режиссера Ну провернуть Эту работу Там Получается Много Достаточно Логистики Назовем ее так Что нужно Поговорить о том Как должна Выглядеть Сцена Часто Придумать ее Если Кажется Им Вторжение То У нас Некоторые Сцены Выглядели Что А здесь Погоня Две минуты Отлично Поехали Поехали Придумывать То есть Конечно Майн Роуд Может Но Они Много Работы Достаточно Аутсорсит На самом деле И Привиз Это Тоже Ну Получается Вы очень много Наверное Взаимодействовали С режиссером В творческих Вопросах Да В основном С Сашей Андрющенко Кто Сценарист Продюсер Вторжения Мы постоянно Просто Взаимодействовали Обсуждали Индар Тоже Был Там Кто Как раз Тоже Генератор Такой Был Идей И мы Еще Сделали Очень Много Пост Визов Пост Визы Это Когда Кино Отсняли Куча Отснятых Фанов Без Инопланетян Куча Отснятого Всего На Зелен Зелен Что Происходит В кадре Непонятно Это Надо Как-то Монтировать Это Нужно Показывать Фокус Группам И Соответственно Нужно Сделать Черновую Графику А так Как мы Используем Unreal Engine Движок У нас Эта черновая Графика Очень Легко И Сделалась И мы Сделали Порядка 50 минут Пост Визов Там За 3-4 Месяца Для Вторжения Небольшой Команды Человек 20 У нас Работало Мы Как раз Собрали Огромное Количество Графики Какие-то Сцены Придумывали И Это Помогло Всем Режиссер Федор Бондарчук Увидел Кино С Черновой Графикой До того Как потратил Все деньги Вместе С Mindroad Постом Mindroad Пост Смог договориться О том Куда они Потратят Деньги Ну Фокус Группам Показали Ну Фокус Группы Смогли Более-менее Адекватно Оценить Что происходит В кадре Это Очень Полезная Работа То есть Сначала Вы Делали Ну Как Был у них Какой-то этап Типа раскадровки Да Наверное Вы Из него Сделали Привиз Ну Там Имеется ввиду Сцены Сиджишные Правильно То есть Мы же говорим Только о Сиджи Сценах Или не Да Ну В основном Да Да Экшн Сцен в том числе Да Вот Соответственно Вы сделали Привизы Что помогло Дальше Ну Какие-то Спланировать В общем Как дальше Будет Снимать Я не знаю Да Как будут Снимать Вот Да Что будут Снимать Что будут Сделать Полностью Full Сиджи Там Да И так далее Вот такие вещи Вот Затем Они отсняли Но Пока Это было Не прикомпожено Да Да И даже Там Не сделано В принципе То есть Был Отснятый Материал И Ну Как Есть две части Основных Отснятых Да Да Вот Соответственно И пока Компьютерная Графика Не была Сделана Либо Не была Прекомпожена К отснятому Материалу Вы сделали Какой-то Черновой Еще Вариант Что тоже Позволило Еще потом Понять Какую Там Компьютерную Графику Надо Делать А какую Не надо Вот Как-то Так Да В том числе Да Ну Вот Вот у нас там был Пример Сцена Погони Вертолетов За капсулой На Москве Реке Была куча Отснятых Плейтов Ну Заднего фона С коптеров Там Со всего На свете И нам Нужно было Заново Собрать эту сцену То есть Что-то снять Получилось Что-то снять Не получилось Мы Выбрали Нужные Задники Собрали Монтаж Подставили Такие Черновые Вертолеты Черновую Вот эту капсулу За которую Они гонятся И Все поняли Ага Вот У нас есть Техническое Задание Вот здесь Вертолет Такой-то Крупности Это будет Стоить Столько-то Ну И так Да Как сложно У вас Все в кино Да Ну А это На самом деле Везде Используется То есть Ну Просто Может Называться По-другому Привис И в анимации Используется И в играх Везде Ну Блин Я не знаю Я не сталкивался Чтобы По крайней мере Там в сериальном Производстве Например В анимационном Привис Ну это Лоял А Ну все Лоял Ну да Блин Точно Все Тогда понятно Ну все Ну все Таки Там Как-то Мне казалось Попроще Либо Просто Я с тем Сталкивался А с этим Не сталкивался И поэтому Так Кажется Ну это Сильно Зависит от Мультфильмов Опять же Там Ну Я приводил В пример Как превращить Дракона Они сделали Прямо Очень качественный Привис Ну это Привис Это как Архивис По сути Да То есть Чтобы дом построить Лучше его сначала Смоделировать И все Понять Дешевле И продать проще Ну как Проектирование Даже ты имеешь Да 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 Такой Творческий Процесс На первом этапе Прикольно А какая команда И какие компетенции Нужны для того Чтобы Делать такое Чтобы делать Привиз Ну вообще Нужно понимать В режиссуру Прежде всего Чтобы делать Привиз В сценографию Кадра То есть Нужно быть таким Назовем это Даже не в режиссуру Драматическую А именно в режиссуру Композиционную Да Операторскую Такую можно назвать Да То есть Нужно быть таким Виртуальным Оператором Это самое Необходимое И очень сложный навык На самом деле Сложно научить Внезапно Человека Ставить красивый кадр Вот То есть Это Нужно чтобы Человек Какое-то время Этим занимался Его какое-то время Комментировали У него была Достаточная Насмотренность Разного кино Мультфильмов Всего на свете Живописи Искусство Это Ну То есть По-настоящему Оператор получается Такой И плюс Этот человек Еще должен знать Современные Программы Вот Unreal Engine Современные программы Для того Чтобы Быстро работать То есть Такой Назовем это Дженералист Ему не нужны Там Особые знания В анимации Оверлэпинг Арки Они конечно Используются Но такие Широкими мозгами Да Назовем так Такой человек Наверное Внутри производства Растет Как правило То есть Их нигде не готовят Ну Я преподаю В высшей школе Экономики На кафедре Дизайна Да Вернее На школу Дизайна Вот как раз Ведем 3D Анимацию И Наверное Мы готовим Больше Как раз Такого Вот Синематик Аниматора Если это Можно назвать То есть Наверное Это не тот Аниматор Который будет В тонкости Драматической Игры Вот особо Вдаваться А вот как раз Который может Такую сцену Синематик Построить Хорошо Давай теперь Поговорим Про Геймдев Про то Как вы Вообще Почему вы Перешли Из собственно Из макапа Превизов И вот Всего Связанного С кино Да С кино С анимацией В игры Ну расскажи Да Прежде всего Почему решили Как дошли До жизни Такой Ну на самом деле Мы давно Хотели В игры И это Такая Тема Ты всегда Занимаешься Кино Или анимацией А кажется Что у соседей Слаще Всегда Ты работаешь В кино Хочется в анимации Ты работаешь В анимации Хочется в кино Справедливости Ради Действительно Слаще Ну Да Там Свой Деготь Конечно Есть Там тоже В больших Количествах Но интересно На самом деле Давно была Идея И вот Саша Андрюченко Кто там Наш партнер По студии Мы обсуждали Это еще на съемках Вторжения Что было бы классно Сделать игру Или поработать В игровом бизнесе Как непонятно И Где-то год Получается Полтора года назад У нас был Небольшой лаг На студии Примерно Три недели Нам нечего Было делать Мы решили Запилить Маленький Шутер Такой Запилили Поиграли Здесь Внутри студии Всем понравилось Потом Работа 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 И Начался Карантин Внезапно Начался Карантин И у нас Внезапно Мы поняли Что Есть возможность Наконец-то Делать игры И сделали За месяц Там Месяц-полтора Маленький прототип Для Девгама Конференции Которая в Москве Проходит Она была онлайн В мае Показали Этот прототип Все сказали Блин Это очень красиво Выглядит Ну что такое Непонятно Ну и как-то Игра Это не особо Это такой платформер Был про девочку Тоже Которая бегала В полу На скейтборде Ну не на скейтборде Да Такой мир А-ля Бетоны Такое Как контрол Так можно сказать Выглядело Все красиво Но ничего не понятно И зачем Тоже не ясно В общем получили Позитивный фидбэк Так скажем И решили Сделать Ну Поняли Что в принципе Мы работаем В Unreal Engine Я там в Unreal Engine Вот со времен До студии Мы пытались Там Сергея Раднишского Перенести На производство В Unreal Или И в принципе У нас есть Motion Capture Там понимание Анимации Вот не хватает Только кнопку Play нажать Казалось бы Вот То есть Давайте зальем Чуть-чуть геймплея И все наши превизы Которые уже сделаны В Unreal Engine Со всеми этими Игровыми технологиями Они просто Получится игра Все оказалось Не так просто Конечно Там залить геймплея Вот такая Большая история Игры делать На самом деле Не просто И тяжело Но мы начали Вот спасибо Большое конкурсу Разработчиков Который Unreal Engine Проводил В России Это Он так Совпал с нашей разработкой Мы туда подали заявку Нас пропустили Попали в четвертьфинал Постоянно обновляли Страницу И в итоге Мы в финале Три приза В том числе За самым оригинальным Геймплеем Это было очень круто Потому что Ну первая вообще игра И что делать Непонятно И вот сейчас Получается Мы с Июня Разрабатываем One Day More Наша игра Про девушку На скейтборде И вот Прошло там Больше полугода И к маю К июню Мы должны Закончить разработку И я надеюсь В этом году Мы Эту игру Издадим Сейчас мы Договариваемся Как раз С издателями Кто будет Нас выпускать Ну мы Трейлер игры Я вчера посмотрел Тоже Клево Очень интересно Мы его прикрепим К Тоже К описанию Подказа Так Для этого сообщества Надо сказать Анимация черновая Черновая анимация Да-да-да Слушай А первую Первую игру Её же можно где-то посмотреть Да Которая красивая Но непонятная Да-да Я пришлю Ну может Это тоже Она тоже у нас На ютюбе есть Монумент называется Такая Своеобразная Ну прикольно Ага Хорошо А вот ты сказал Что выиграли у Unreal Вот конкурс Unreal Ну какие-то призы А как-то они награждали Там не знаю Деньги какие-то давали Или Что-нибудь Какие-нибудь преференции Может Для продвижения Или что-то такое Да Мы выиграли 15 тысяч долларов Это такое Ну то есть нормальный Да Такой приз был Получили Также Лицензию Unreal Engine И Ну Сами Вот Epic Они нас там Помогают с нашим Продвижением Там знакомятся С издателями Говорят всем Что вот есть Классные поварни Девчонки из Москвы Которые делают Интересную игру Шикарно А каждый год Такой конкурс В России проходит Или это Вот он второй год проходил Я вот всем Кто слушает Кто хочет в игры Очень рекомендую Вообще посмотреть Как это было Там куча стримов По этому поводу Тоже Ну там не куча Но какое-то там Большое количество И в этом году Тоже будет Вот сейчас будет конкурс В начале февраля Вот как раз White Nights Организует Вместе с Unreal Он по всей Европе Будет А вроде как Летом будет Российский конкурс Круто Ну да То есть это прямо Очень хорошо Стимулирует К тому Чтобы разрабатывать Игры Огонь Так Хорошо Сейчас вы заканчиваете Скоро Ну относительно Скоро Свою игру Ищите издателя Будете ее выпускать Какие планы Вообще На будущее То есть вы планируете Уйти окончательно Ну там с головой В геймдев Или вы сейчас Пробуете И вот как получится Не получится И возможно Вы все-таки Останетесь В превизах Макапе Какие Что думаете Ну Motion Capture Мы будем делать Мы сейчас Не то что Притормозили С этим направлением Но И заказов Из-за пандемии В основном Мало будет У нас большие планы По развитию Motion Capture Я думаю Что это правда Будет в следующем году Уже Через год И По превизам Сказать сложно Потому что Сейчас Непредсказуемая Ситуация В кино И в России Тем более С кино Непонятно Как будет Для телевизионных Сериалов Которые развиваются Активно Превизов Нужно меньше И Очень хочется Этим заниматься Но Скорее всего Это не про бизнес Но вот В играх Кажется Можно найти Как Творчество Так и Финансы То есть Хочется делать Интересные игры Такие Истории Сторитейлинг Игры И Как-то Свои Истории Рассказывать Вообще Мне кажется Скоро Кино Полностью Перекочует В игры Сейчас же Все Стремится К тому Что Индивидуальный Просмотр Это уже Не событие Кино Это уже Индивидуальные Просмотры На Небольших Экранах Редко Очень Сейчас Такие Картины Выходят Которые Нужно Прямо Ити События Смотрят Ну Да Я там Пару лет Назад Купил Себе Проектор С Экраном И Теперь Не хожу В кино Потому Что В кино Ити Вернее До пандемии Я ходил Только на Премьеры Фильмах Которых Принимали Участие В основном Потому Что Там Какой-нибудь Мерзкий Чувак Сядет Рядом С попкорном Или Девушка Сильно Надушена Вот этот Весь Дискомфорт Очень часто Можно встретить Дома Конечно Можно Сходить В туалет Не знаю Или там Прочее Ну да И к тому же Интерактивные Вот эти Кинотеатры Ну Интерактивные Я случайно Назвал На самом деле Просто Интер Кинотеатры Онлайн Кинотеатры Да Да Получается Они же Как сайты То есть Они интерактивные Значит там Можно сделать Кнопочки А если Можно сделать Кнопочки Значит Можно Нелинейные Сюжеты Уже Запускать В этих Кинотеатрах Соответственно Это уже Ну как сказать Предпосылочки Что Скоро Фильмы Может быть Будут Многолинейные Вот Более Еще Индивидуальные Под каждого Ну Просматривающего Да Под индивидуум Получается Что Может И кино Будет Играми В итоге Ну Я тут Немного Не соглашусь Потому что Вот этот Вот в играх Есть понятие Геймплей Филинг Да То есть Ощущение От игры Как ты Насколько ты там Расслабленно в кресле Лежишь В гоночке Играешь в аркадную Или ты там Ваа Весь погружен В процесс Или там Стратегию Нажал кнопку Пошел Чай Сенавил Это Разные Вот это Ощущения От игры Да И От просмотра Кино или сериалов Тоже другое ощущение Потому что Не надо ничего делать Не надо принимать Никаких решений Ты там сидишь Можешь телефон потупить Ну да Да Тут скорее Вот как раз Действительно Современные технологии По замене лица И прочее Вот там вот Как раз Будет раздолье Что да Ты открываешь Кинопоиск Запускаешь Свой любимый сериальчик А там Все актеры Чуть-чуть Измененные лица Так чтобы Тебе Было приятно Не знаю Не любишь Ты Парней с темным цветом кожи Они будут светлее Ну и так Я условно говорю То есть Для каждого Любишь блондинок Вот тебе главная героиня Блондинка Это вот Большой как раз Да Согласен Но Интерактивные игры Тоже очень Их очень много И вообще Игр В которых Классная история Ну Киберпанк Вот Редемшн Которые вспоминали Но там же прям Ну история Очень интересная Это Сценаристом Мне кажется Если вы хотите быть сценаристом Вам надо идти точно В игры В геймдэк Да-да-да Согласен Ну кстати да И вообще сейчас У нас даже На выпускники Курса по сценарному Некоторые уходят тоже в игры Хотя вроде бы мы изначально Именно под мультфильм Были заточены В этом направлении Вот Я еще кстати Вот что интересно Мы сейчас Про кинотеатры И я Вспомнил Вот последний раз Буквально На выходные Был Ну и ты же Андрей Тоже в кино ходил На душу Да-да Вот На пиксаровскую Но я туда Пошел Исключительно потому Что Ну других вариантов Не было Ну типа там были какие-то Disney Plus Плюс VPN Там какая-то такая Сложная схема Я решил что Ну и на английском языке Я решил что Подожду пока в кино Вот В целом Если бы Было бы Не знаю У нас бы Disney Plus Был Да Я бы наверное И не пошел бы ни в какое кино Я бы посмотрел Да-да Но да Вот тут еще Тоже вот насчет Мультфильмов Что Качество Движков Становится Очень Ну высоким Скажем так Картинка Очень приятная И вот я знаю там Многие студии Смотрят на то Чтобы в Unreal Engine Рендерить свои Мультфильмы И тут Получается Такая история Что Возможно В будущем Будут Такие Игры Где ты Играя в эту игру Записываешь свое Прохождение Тем самым Делая некий контент Который могут Другие смотреть Это очень круто Ну потому что Сейчас все смотрят Как в YouTube Другие играют Да Мы в детстве Смотрели как другие играют Сейчас смотрим Через YouTube Как другие играют И вот этот стриминг Он просто Приведет Ну у него будет Существенно Качественный Скачок Другой В том же Киперпанке Или в Red Redemption Куча других Игр уже Конечно Где Можно делать Потрясающе Красивые Скриншоты Проходят Выставки Всякие Конкурсы Сделать Красивые Скриншоты И Как бы Следующей Понятной Ступенью Развития Будет Что Давайте Сделаем Такой Мультфильм На Базе Вселенной Киперпанк А теперь Давайте Сделаем Мультфильм На базе Вселенной Который Выглядит Как Пиксаровский Мультфильм Это будет Очень круто То есть По сути Ты Создаешь Вселенную А потом В этой Вселенной Как оператор Снимаешь Каждое Своё кино Снимает И Выкладывает Да Ну и Опять же Тебе Интересно Больше Про драматурги Про крупные Планы Вот пожалуйста Ты выбрал Ты знаешь Вот этот стример Снимает игры С крупными Планами А тебе нравится На тачках Кататься Больше Ну и Вот эти все Нюансы Это будет Конечно Очень интересно Окей Так Я думаю Что на этом Мы Уже Можем Заканчивать Напоследок У нас Всегда Мы спрашиваем Гостей Почему Анимация Ну я тут бы Наверное Немножко Расширил Почему Компьютерная Графика Игорь Слушайте На самом деле Это Мечта Детства Была Я До сих пор Помню Открыл Давным-давно Увидел На компьютере У товарища Fallout Первый И там была Первая Wireframe Моделька Какая-то Там при выборе Персонажа Я пришел домой Мелкий шкет Открыл там Свой компьютер Как там 486 У меня был И в пейнте Начал рисовать Трехмерную сетку И понял Вот она все Профессия будущего И вот с тех пор У меня Это Рисовать Трехмерную сетку Я не могу Остановиться Принято Огонь Так Ну что Мы будем Заканчивать Тогда Мы сегодня Поговорили Про Motion Capture Мы поговорили Про Привизы Что это Такое И немножко Поговорили Про GameDev Спасибо большое Егор Было очень Интересно Да Спасибо Очень интересно Дай Пообщались Спасибо Это был подкаст Кто здесь Аниматор Ставьте Новоценки И пишите Отзывы В приложении Apple Подкасты Слушайте Нас На всех Подкастинговых Площадках И до Следующего Выпуска Пока-пока Субтитры